МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дорогие армяне, 20 марта наступает весеннее равноденствие и армянский Новый год, Пасха. В этом году священный календарь Айкян начинает с 20 марта. По гриарянскому календарю завтра день Арек, месяц Арек. Мы заранее поздравляем всех армян с наступающим Армянским Новым годом и желаем здоровья, благополучия и успехов. В районе Северидж, провинции Харберт, Западной Армении, произошло землетрясение магнитудой в 5 баллов. Землетрясение ощущалось как в прилегающих районах, так и в центре Харберта. Землетрясение силой в 4,2 балла было зарегистрировано в Себастье и глубина эпицентра 19 километров. Землетрясение ощущалось и в карте. По предварительным данным, жертв и разрушений нет. 19 марта президент Республики Арцах Бакоса Акян провел рабочую консультацию с главами областных администраций и мэром Степана Керта для обсуждения программ, осуществляемых в регионах и в столице. При этом особое внимание уделялось мерам по борьбе с новым коронавирусом. Глава государства подчеркнул необходимость приобретения всех необходимых медикаментов и дезинфицирующих средств и согласованных дезинфекционных работ на месте. На консультации присутствовали госминистр Григорий Мартиросян и другие официальные лица. Информа агентства САНА Ньюс сообщает о том, что в районе Террифата на севере провинции вновь наблюдались вооруженные стычки между курскими банкропами и поддерживаемыми Анкарой силами. Союзники Турции вели огонь по населенным пуктам Маранас, Аль-Малакия и Аль-Алками. В результате обстрела пострадали жилые районы этих городов, однако жертв среди мирных жителей удалось избежать. По данным Сирийского центра мониторинга за наблюдением прав человека, около 90 турецких военных автомобилей и сотни военнослужащих были приброшены в Идлиб через пункт пропуска Кафр-Лясин. Позднее стало известно, что на пути следования турецкого конвоя юге провинции детонировали два СВУ. Инцидент произошел у населенного пункта Мухамбаль. Засаду устроили боевики организации Хурас-Аддин. Военный источник в сети Телеграм сообщил о гибели двух турецких солдат. Число умерших от коронавируса в Италии достигло 3405 человек, сообщил глава департамента гражданской обороны Анжела Боррелли, передает РАИ. По последним данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая в стране от коронавирусной инфекции умерли 3245 человек. Об этом также свидетельствуют данные SCMP. По словам Боррелли, за последние сутки в Италии от коронавируса умерли 427 человек. Выставку Дали и Пикассо, открывшуюся 7 марта в Национальной галерее Армении в Ириване, продлят, сообщило агентство новости Армении, пресс-секретарь галереи Янушни Когосян. Директор Национальной галереи Армен Цотрян уже поговорил с коллекционером господином Александром Щедриным, экспонат из частной коллекции которого выставляются редко. «Есть договоренность, что выставка обязательно будет продлена», – отметила она. Ника Гойсан отметила, что все приобретенные билеты будут действительны. Когда выставка откроется вновь, а конкретные сроки ее продления будут известны после 14 апреля. Во всем мире 20 марта по инициативе ООН празднуется День Земли, причем в календаре международных праздников существует два дня. Земли сегодняшний отмечается в день весеннего равноденствия, а второй – 22 апреля. Первый имеет миротворческую и гуманистическую направленность, второй – экологическую. Дата 20 марта была выбрана и официально утверждена в 1971 году в ООН для Дня Земли, именно потому что на это время выпадает День весеннего равноденствия, когда меняется биологический ритм планеты, и она переходит на новый виток своего развития. Когда происходит пробуждение природы, ее обновление передает календарь. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Ананья Вовсепян. Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!